С вами Сноу Коутон и патч 5.7 Лично мне патч не понравился Хотя патч Вводит изменения, которые Сделают игру гораздо более сбалансированной Почему мне не понравился? Потому что это откаты В патче 5.5.5.6 Были бафы Громпов, Синдерхалки и так далее Теперь Синдерхалк, Громпа нерфит Вроде как еще в прошлом Патче понерфили пару танка джанглеров И что мы имеем? Мы имеем, что Потихоньку от джанглера начнут Опять же выходить на лидирующие Позиции и танка джанглеры Которые до сих пор будут сильны до безумия Будут соревноваться С монстром, которого зовут Ви. Ну ладно, давайте перейдем уже К изменениям. Первое изменение Барда Лично мне кажется, что Бард это Наверное один из худших саппортов, которые Вводили за последние года 3 Он проигрывает Практически любому саппорту Практически во всем Да ужасно. Единственная хорошая Обилка у него это Ку, которая связка Потому что она может с маленьким Кулдауном застанет двух человек То есть приятно Ладно, давайте посмотрим, что мы сделали Атак дэмэдж был 46, стал 52 То есть харасса будет чуть-чуть побольше Армор базовый 27-25 То есть будет по затонкованию Пассивка Респаун мипов Это фигня, которую он спаунит на карте Которую он собирает Или нет, подождите Это вокруг него то, что летает Точно Был 12-8 Теперь 10-6 скалируется с чаймами То есть это Той фигней, которую он собирает Когда он собирает чайм Было 15 плюс 8 процентов Потерянной маны Теперь 12 процентов максимальной маны То есть если он собирает Теперь вот эти зарядики То маны, конечно, ему восстанавливаются Гораздо больше Космик байнтинг Ку, второй баф уже Был 80-240 со скейлом 0.5 от Ability Power Теперь 80-260-0.65 В любом случае Барду АП Никто в своем уме Собирать не будет Поэтому Да, если вы не хотите сделать Какому-нибудь Барда А-ля там с Личбейном Да Но нет То есть этот баф На самом деле Это просто плюс 20 дамеджа На максимальном ловле Чуть-чуть Такой небольшой-небольшой баф Барда Сделает ли он его более полезным Я думаю нет Потому что На мой взгляд Этот персонаж Которому уже нужен Какой-то небольшой Знаете Ну типа реворка Мини реворка Поменять немного Как обилки Работает и так далее Такого плана Потому что на мой взгляд Ну Барт Может быть он будет Играться на каком-нибудь Про уровне В салуку Этот персонаж Который вам просто Игры будут сливать Близкранк Истоки Близкранк меняет Теперь у него Вэшка будет не давать Не 16 Дефис 32% Момент спит За 8 секунд А 70 Дефис 90 Который уменьшается В течении 5 секунд И когда Овердрайв Заканчивается То есть Вэшка Близкранк Будет замедляться На 30% На полторы секунды То есть В принципе Близкранк Возвращает К состоянию Который был Я уверен На релизе Он такой был То есть Имеется ввиду В далеком 2009 году Близкранк Или какой 2010 году Близкранк 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 А потом его Запоменяли Что я могу Об этом сказать Естественно Это нерв То есть Это откровенно Нерв Если вы думаете Что это баф Типа он будет На начале Быстрее бегать Это не так То есть В любом случае Какой-никакой Но это нерв Близкранк Нервить Или нет У меня Сложный вопрос Для меня Потому что Сейчас я вижу Его Ну где-то В 80% Игров Солоко То есть Моей или В чужой команде И играть Против него Естественно Неприятно Особенно Когда у тебя Стоит человек На бутлене Который просто Хукается Каждые 2 секунды Ну ладно А Дариус Небольшой баф Дариуса На мой взгляд Дариуса Это персонаж Которого трогать Не надо было То есть В целом Не надо было И они В принципе Его даже И не тронули Как если Так подумать Осина Санхолид Данк То есть Ну Его Эр Возвращает Теперь 25 50 100 Маны За килл И на третьем Ранге Кулдаун Ульты Проходит полностью То есть Если вы не знаете Как это работает У Дариуса Теперь Вы можете Использовать Ульту В течении 15 секунд После килла А потом Она идет На кулдаун Теперь Ну На 16 Моле Дариус Станет Поприятнее В этом плане Проблема Дариуса Заключается В том Что Ну Вообще Неиграбельно Выйти Ну Очень Слабо Играбельно То есть Сравните С Дариуса С какими Маукаем Ха-ха-ха Дариуса Не надо Трогать Он Вот На мой взгляд Персонаж В идеальной Позиции То есть Соло-куна Низко-мало Он разрывает Линию Там Может Выиграть Игру До 20 Минуты Это идеально Зачем Его Менять Ну Это В принципе Не изменение Я не знаю В общем Мне Дариус Всегда Казался Просто Таким Персонажем Фуфан Ева Вот этот Баф Мне не очень Понятен Извините Какао Пью Я только Встал Да В 3 часа В общем Смысл В чем Я не понимаю Бафа Ева Зачем Он ей Нужен Ева Я играл Ей Вот Где-то 10 игр С патча 5-6 П-5-7 Синдер Халком А Ева Монстр То есть В том Плане Что Если Она Получает Хоть 1-2 Килов Орли Гейми Она Просто Становится Монстром И она Затанкованная У нее Относительно Много Дэмэджи У нее Есть Дуэль Потенциал Она Хорошая Ассасин Ассасин Именно 1 на 1 Она Неплохая У Ева Была Ну У нее 2 Слабых Места Очень Слабых У нее Жуткая Зачистка Леса Просто Жутчайшая И второе Слабое Место У нее Посредственный Тимфайт Сейчас Много Таких Сетап А в Вашем Сетап Нет Хард Энгейджи Привет Маукай А сейчас Кстати Маукаев Вот это Идиотизм Солоко Маукай Самого Сильного Солоко Топера Который Сейчас Есть Мете Его Не Пикают Ну Очень Редко Теперь У нее Одно Вот Это Одно Слабое Место Просто Убирается Ей Добавили Считайте Ну Около Если Брать С То есть Она Лес Будет Защищать Гораздо Быстрее И Она Будет Его Зачищать Если Вы Захотите На Фух То есть Вы В принципе Я не Говорю Что Так Делать Надо Вы Можете Поставить Там Например Одну Две Армор Квинты Его Будет На Фух Почистить Лес Быстрее Чем До Патча Реально Быстрее И На Фух То есть У Евы Убрали Вот Эту Слабость Которая У нее Была Вы Можете Играть То есть Такими Жерундами Как До Этого Если Хотите Можете Еще Там Пожестче Не Кулдаун Редакшн Левел Синий Да Флетовый Обилити Пауэр Тогда лес Просто Будет Взрываться И В религейме У вас Дэмэджи Будет Много Но В целом Еву Очень Сильно Это Баф Зачем Непонятно На мой взгляд Теперь Ева Должна Быть Пермо Пике Или Пермо Баня Ну Ладно Давайте Посмотрим Дальше Нерф Иза Спасибо Риотам За этот Патч За этот Нерф Систол Трайдент А теперь Пассивная Часть Будет Добавлять Процентный Дэмэдж Что И 4-8 Процентов Ну Потерянного ХП Врага За 3 Секунды Причем Активная Часть Будет Ну Дамажить 10-50 Плюс Но 25 Абильти Пауэр Смысл В том Что За физ Собираю Очень большое Количество Атак Спида Вы просто Ваншот То есть Вы могли Убивать Буквально С одним Ортом Ак Как Боттер Вы могли Просто Танка Разрывать На куски Он ничего Не мог Делать То есть Вы Просто Прыгали На танка Даже Если Попадали В него Ультой К примеру Не обязательно Ассасина И Танк Буквально Там За 10 Секунд Он 100% Падал И Задуэли Физа Было Невозможно В этом Плане После Этого Когда Физа Пошли В Деваур Джанглы И Не Собирали Боттер Мне Уже Это Не Очень Понравилось Я Считал Что Физ Стал Гораздо Слабее Из-за Этого Билда Но Те Люди Которые Собирали Боттер Они Из Танков Делали Просто Капусту Так Что Это Очень Приятное Изменение Это Очень Большой Нерв То Есть Любом Случай Когда У вас Нету Активки Когда Вы Там Не Знаю Дамажите Два Раза В секунду И Сносите Просто Ваншот А теперь Вот Это Пассивка То Естественно Вы Будете Максить В 8% За 3 Секунды Это Не Так Много Ну Приятный Нерв На мой Для Персонаж Теперь Просто Не Играбелен Потому Что Совершенно Непонятно Будет Ли Это Теперь Играться АП Физ Или Это Будет Атак Спид Физ Зачем Атак Спид Физ Нужен То АП Физ Сейчас Ужас Уменьшение Коудауна Ульты Гарана Был 168 Стал 120 80 Не Изменит Мне кажется Ничего Я не считаю Что Гаран Это Хороший Солок Персонаж Может быть Только На Низком Л А Нерв Хикарима На Лейне Ничего Не Меняет Я уверен Хикарима Будут Нерфить Еще У него Был Очень Высокий Стартовый Хелстер 926 Стал 7 Базовый Ман Рег 7565 Кстати Ман Рег У него Тоже Был Высокий Смысл В том Что Это Ничего Не Изменит Хикарима Просто Будет Чуть Чуть Сложнее Стоять Линия Но За счет Того Что Парень Собирает Очень Быстрые Хом Гварды Он Просто Не В любом Случае Не Стоит На Линии Он Харасит Бэкается И Возвращается На Линию Кс 1 С Рифт Волком Но Опять же Как я И сказал В прошлом Патче Это Не Первое Не Последнее Изменение Кстати Вот Сейчас Я Думаю Это Изменение Последнее Где-то На Патче 3 4 Empowered Stack Duration Был 20 Стал 15 То есть Быстрее У вас Проходят Эти Стаки Это Приятные Изменения То есть Это Баф Кс 1 Хотя В любом Случа Я не думаю Что Кс 1 В текущей Мете Это Хороший Бег Маокай Нерв Адекватный Нерв Проблема В том Что Это Не Нерв Который Нужен То есть Многие Потому Что Он Просто Не Убиваем Он Создает Гигантское Количество Контроля То есть Если Начинает По Вражескому Адекаре Он И все Это Одновременно С тем Что У него Есть А Состоин Б У него Есть Минус Дэмэдж Сульты То есть Он Прыгает Во Вражеского Адекаре Вражеский Адекаре Такой О Я Ничего Сделать Не Могу То есть Он Прыгнул Вашка То есть Во время В Эммун И ко всему Использует На вражеского Адекаре То есть Это Контроль Не Очень Большой Но Контроль Вражеский Адекаре Пытается Бежать Потому Что Маукай 10 Секунд По Дульту И Вообще Не Пробиваем А у Маукай Уже Откадешивается В Как Маукай Нужно Немножко В другом Плане Нерфить На мой Взгляд Маукай Нерфить Дэмэдж Ску То есть К примеру Сделать его Немного Другого Плана То есть Сейчас У него Там Дэмэдж Я на Бум Говорю Цифры Аля Там 80 Дэфис 260 Да К примеру Мне кажется Ему Дэмэдж Нужно Разделить Немножечко По Другому Ему Нужно Сделать Дэмэдж Гораздо Меньше То есть Аля Там Например 60 200 Да Но Увеличить Скейл Дамажит Много То есть Это Неправильно Вижел Апдейт Морганы Спасибо За этот Нерв Нидали Это Просто Это Бич Солоку Да И Про Плеев Там Даймонд С 0.1 На 10 Минуте Но Я Ненавижу Этого Персонажа Я Его Просто Ненавижу Я Всегда Ненавидел Этого Персонажа Все Ненавидят Нидали Ну Кроме Мэйнов Нидали Дэмэдж Нидали Был 540 Точнее ХП Нидали Был 541 511 То есть Стартовый И еще И прирост Понерфили На 10 За левел То есть В лейте Минус 200 ХП В эрлигейме Минус Там Считайте Когда она Выходит Из леса Минус 50 60 ХП Это Просто Прекрасно Огромное Спасибо Огромное Спасибо Ревотам Убейте Вообще Этого Персонажа А Теперь С ней Будет Проще Гораздо Проще Дэрис Потому что Эта Сволочь Была Нереально Сквишова Ее Пробить Было Нереально Потому что Собирая Например Гантли Если У вас Не было Ну Вы проиграли Ролигейм А против Низля Очень просто Проиграть Ролигейм У вас Просто Не хватало Дэмэджа Перехилиться Через Ее Эскейп И хилы Спасибо Понерфили Теперь Будет Проще Ваншот А Квин Теперь Ниоку Чаще Будут Блайнды И Будет Блайнд Немного Дольше Это Приятно Рексай Нерв Ку Был 0.3 Стал 0.2 Бонусный Атак Дэмэдж Рейти И Туннель Был 10 Секунд Стал 10 Дэфис 6 В зависимости От Левла Смысл В том Что Я не Считаю Что Рексай Это Безумно Сильный АД То есть Персонаж Я Я Не думаю Это Что Рексай Просто Все Пик Бесперерывно Практически В каждой Подряд Игры Почему Потому что Аналогов Рексай Нет Это Персонаж На самом деле Есть Но Это Ви Но Ви Почему-то Внезапно Забыли О ней Это Просто Затанкованный Кусок Мяса Который Может В роли Гейме Бесперерывно Ганкать То есть Дэмэдж У него Так же Есть Потому что У него Много Обилок Но Дэмэдж У него Не Бурстовый А просто Состейн Дэмэдж По Нерфив Ку Они Еще Уменьшают Состейн Дэфис Хоть Какой-то Бурст Дэмэдж Если Вы Собираете Там Гидру И Делают Рекса Еще Большим Танком Я Не думаю Что Это Баф Или Нерф Учитывая Что Уменьшает Кулдаун Ну И Рьюз Туннеля Мне кажется Это Просто Какое-то Изменение Которого Никто Не Заметит То есть Если Все Кричат Что Это 0-1 Бонус Это Дэмэдж Это Что То Сверх Естественно Вы Сами Подумайте Сколько Рекса Бонус На Атак Дэмэджи То Есть Да Если Если Он Собирает Варьер Там Получается В районе Ну Что От 60 Если Гидры То 140 Да Если Гидру 6 Дэмэджи На Одну Кушку То Есть Минус 18 Дэмэджи На Три Кушки Плюс Нельзя Забывать Что Подавляется Еще Армор То Получается Минус 12 Дэмэджи С одной Ку Но Это Не Критично То Я Не думаю Что Это Страшное Измене Которое Убьет Рексай Шен Проблема Шена У него Две Проблемы Первая Проблема Что В Мете Телепортов Он Не Может Выиграть Топлей То Есть В Чем Смысл Когда Играли Люди Против Шена Я Говорю Про Солоко Они Про 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 Игры Они Играли С Игнает То Есть Им Было Совершенно Без Разницы На Шена Шен ТП Шел На Бот Лейн Ну Например На Бот Лейн Или На Мид Лейн Или Куда Там Хочет Ну Ульте И Возвращался На ТП На Топ И У Него Были Равные Шансы С Оппонент Теперь Ж Немного Другая Ситуация Шен Тип Использует Ульту На Бот Лейн Вражеский Топпер Который Также Играет С ТП Он Просто Продолжает Пушить Если ТП На КД Шен Обязан Использовать ТП На Топ Ну Или Терять Смысл Ну На Бот И Так Далее Или Он Будет Опять Если Он Стоит Против Какой Ни Шивана Или Какой Ни Хикарима То Есть Эти Персонажи Его Аут Скейл Они Просто Будут Пушить 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 А Шен Их Выгнал С Линии Не Вернулись На ТП А Шен С На Мой Взгляд Самое Адекватное Изменение Шена Которое Нужно Сделать Сейчас Это Просто Бафнуть Его Скейлы То есть К примеру Я объясню О чем У Шена 4 Скейла От Абилити Пауэра То есть На Ку В Е И Р Добавьте Скейл От Абилити Пауэра На Пассивку То есть Какой Нибудь Вообще Маленький Маленький Бафните В целом Скейлы На Билити Пауэра Чтоб Шен Был Не Чистым Танком Да А Чтобы Шен Мог Собираться В АП То есть Например Шен Собирает Рилай Получает В целом Ну Там Например 50 Дэмэджи Или Там 100 Дэмэджи Ну В зависимости От того Как они Хотят Сделать Чтобы Шен Создавал Прессинг Чтобы Он Был Не Просто Бесполезным Куском Мяса На Топе Который В принципе Не Дамажит Пока Не Соберет Тринити А Он Хоть Что То Делал Ну Типа Синджи Да То есть Какого Такого Плана Я Не Думаю Что На Это Пойдут Триоты Поэтому Я Уверен Что Их Устраивает Мета Которая Сейчас Практически Без Глоба Ульт Хотя ТФ Начали Пикать Синджи Флин Дэмэдж У него Бак Ну Когда Вы Используете Рэпид Файр Вы Уменьшаете На 0.5 Секунд Кулдаун Е Если Вы Дамажите Ну Сейчас Подождите А Ну Да Если Вы Дамажите Под Рэпид Файром На 0.5 Секунды И на 1 Секунду Если Дамажите Чемпионов Синдер Халк Дабл Нерв Уменьшается Количество ХП На 50 И Уменьшается Голд Кост На Ну Считайте 50 Опять же Ну Увеличивается Точнее То есть В целом Это Естественно Просто Нерв 50 Голды Насколько Я помню Это В районе 133 И еще 50 То есть Уменьшили Голд Эффективность Синдер Халка На 180 В любом Случа Это Нереальный То есть В любом Случа 180 Голды Когда Синдер Халк Нам Дает В районе 2000 Только С Бонусов И так Далее Там Санфайров Это Забей То есть Синдер Халк В любом Случа Это Дисбаланс Шар Который Надо Собирать А Теомат Это Нерв То есть Они Был Триски Три Стейджи То есть В зависимости От Рейнджа То есть На максимальном Расстоянии Вы в любом Случае Дамажили Там Например У вас АД100 Вы Дамажили На 33 Насколько Я помню Теперь Вы На максимальном Рейнджи Чисто Гипотетически Можете Дамажить На Единичку То есть Это В любом Случа Нерв Это Нерв Дамеджа В зависимости От Расстояния Где-то Как раз На процентов Получается 30 То что Они Здесь Написали Могли бы Сказать Мы Понерфили Рейвен С Хайдра То есть В любом Случае Приятным Вот Это Изменение Я с ним Согласен С другой Стороны Я с ним Не Очень Согласен Вот Это Изменение GIFT Of The Toad Tool Одним Словом Громб Громб Давал Бонусный 10% Бонусного Health Как Дамаж Стал 5% Бонусного Health Как Дамаж По идее Да Если Вы Собираете Большое Количество ХП Это Конечно В любом Случае Полезное Смай С другой Стороны Мне не нравится Это Изменение В том Плане Что АД Персонажи В любом Случае От этого Получили Баф А джанглеры Получили Нерв Джанглеры Должны Участвовать В игре Джанглеры Должны Просто Обязаны Себя Хорошо Ощущать На протяжении Все игры Теперь Когда Громб Ну Нормального Громб Не будет То есть Вот этого Бафа А смысл То есть Смысл Брать Чистых Джанглеров Аля Наутилус И так далее То есть Это Нерв Наутилус Это Нерв Удир Это Нерв Скарнера И это Баф Опять же Персонажи С процентным Дэмэджем Которые Эскалируются От хп То есть Опять же Это Омому Это Опять же Сиджуани И так далее То есть Это Такой Знаете Скрытый Баф По сравнению С другими Джанглерами Персонажи С процентным Дэмэджем И Естественно Это чистый Баф АД Джанглеров То есть Как-то так Лично я считаю Что это Измене Ужасно То есть Резать В два Раза Но они Могли к этому Подойти Более адекватно На мой взгляд Здесь у нас Больше ничего Нет Люда На твист Трилайне Давайте Перейдем К терлисту Нам изменилось Очень мало Поэтому Я не взаимов У вас много времени Во первых Я добавил В гаттер Еву Я понизил Точнее В тир 1 Еву Она не будет Гаттером На мой взгляд Потому что Против некоторых Стапов Она просто бесполезна В свою очередь Из гаттера Я убрал Наутилс И добавил В тир 1 В остальном Изменений нет Я убрал Правда Физа Насколько я помню И волибира Физа я убрал Из тир 1 В волибира Я убрал Из тир 1 Смысл Заключается в том Что На мой взгляд Вот этот вот Тир лист джангеров Будет меняться То есть он будет Меняться в том плане Что я буду убирать Отсюда персонажа Типа Может быть я уберу Зака Может быть я уберу Олов Может я уберу Отсюда Маука То есть Такого плана На мой взгляд Джангеры Вот эти танка Джангеры Танка Джанглмед Она не задержится Надолго Потому что Риоты делают Все чтобы Чтобы вот это Вот похерить Они пытаются С одной стороны Бафнуть Сначала что-то Потом смотрят Нет Они становятся Слишком сильными Нерфят То-то 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 И в конечном итоге Получается Что джанграм Ну танка Джанглмед Не бафнули Совершенно Рулики По сравнению С Адэ Джанглмед Практически Не бафнули Мидгейм Ну Синдер Халк Он скалируется В мидгейме И до лейта Как бы вот В начале Миды Танка Джанглмед Все равно Слабее Чем Адэ Джанглмед И вроде как Они не хотят Ничего менять То есть Они не хотят Принимать Какие-то Реальные изменения Там например Что Менять По серьезному Мачете Или Менять По серьезному Балант В джангле Ну в том Плане что Паки В лесу Станут Менее затанкованными Ну такого плана То есть Они это не делают Они меняют Очень Игру Очень медленно И на мой взгляд Данки Неприятно В конечном итоге Я уверен Что где-то К патчу 5.1 5.12 Танка Джанглеров В лесу Практически Не будет То есть Будут Какие-то Определенные Индивиды Там А-ля Сиджуани А-ля Омому А остальные Просто уйдут Из мета Может быть Вернется Ева То есть Вполне возможно Вернется Мета А-ля Ингейджа Джанглеров Типа Скарнера Евы Там Может быть Зака И так далее Ну посмотрим Но топлейн Я опять же Убрал Физа Я не убрал Маука Хикарима Из Гаттира На мой взгляд Это Гаттир Персонажи А Райзе Я все же добавил В Тир-полтора Райз Это чистый Фарм Персонаж Я видел Парочку Райзов У себя В играх Они были Полезны Поэтому Я его оставил Единственное Изменение О котором Я думаю Но Которое Пока еще Отсутствует Но здесь Я вполне Уверен Что Свейн Владимир И Рамбл Могут Быть Добавлены В Гаттир В конечном Итоге Потому что Сейчас Вроде Как Их Редко Пикают Вроде Как Они Как Правило Когда Пикаются Они Полезны Но Мета К ним Еще Не Пришла Хотя На мой Взгляд Сейчас Когда Понерфили Рейли Когда Ривен Стали Кстати Пикать Реже А Когда Понерфили Фиору Там В патч 5 4 Что То есть Ее Тоже Начали Меньше Пикать Хикарима Вроде Как Вот Сейчас Понерфили Тоже Мне Кажется Вот Эти Вот Персонажи То есть Рейнджи Персонажи Потому что Рамбул Все же Рейндж Персонаж Как Можно Так Сказать Они Придут И Они Будут Просто Унижать Причем Это Персонажи Которые Еще И Простые У Ни Даже Скиллшотов Нет А Пэмит Без Изменений Вообще Я Не Вижу Никаких Изменений Они Не Трогали В этом Патче Мид То есть Они Пытаются Все же Сбалансировать Джангл Они Пытаются Там Бар добавить И так Далее На мой Взгляд Вот Это Мета Которая Происходит На Миде То есть Вот Эти Хардкэри Пики Типа Дианы Типа Виктора Которые Я Лично Баню Виктора И пытаюсь Банить Диану Она Никуда Не Уйдет То есть Начали Пикать Твистед Фейты Появились Иногда Райзы Появились То есть Они Сейчас Кстати Так Плохенько Стоят На Миде Все еще Бывают Кассиопеи Частый Гость На Миде Изрел То есть Ничего Не Поменялось А Дэкэри Также Не Поменялись Саппорты А Я Честно Я Не знаю Насчет Близ Кранка То есть Как Будет Вот Этот Вот Нерв Если Можно Так Сказать Его Скажется На Близ Кранке На Мой Взгляд Это Нерв Серьезный Потому Что Вот Безумный Баф Спида И Как Его Реализовывать То есть Как Этот Баф Спида Реализовывать Он Как Бы Ты Бежишь Да То есть Ты Быстро Бежишь Буквально Там Две Секунды А Потом Ты Бежишь Вообще Еле Еле А Потом Тебя Вообще Замедляет На 30% Когда На 13 Ловле Это Было Гораздо Приятнее Ну Ладно Посмотрим Как Это Будет Смотреть На Мой Згляд Близ Кранк Может Вообще Выйти Сейчас Измета Баны Сиджуани Ви Ева Я Советую Банить Джангеров То есть Сиджуани Ви Ева И Желательные Баны То есть Ореля Ничего Не Изменилось Виктор Диана Хикарим То есть Виктор Диана Это Просто Два Самых Сильных Мидера То есть Без Вариантов Которые Именно Игры Керит Хикарим Это Очень И Очень Неприятный Топ Лейнер Который Если Играть Умеет То Также Может Спокойно Выиграть Игру Просто Ваншот Ну В Вам Говорю И Так Далее Но Тем Не Менее Это Персонаж Который Бегает В Стелсе Который Просто Может Выиграть Вам Игру В Орли Гейме Потому Что Он Сыграет 10 0 А Вражеские Джанглеры Точнее Вражеские Лейнеры Не будут Стоять Ни Вижн Варды Будут Пушить До Таура И Так Далее То есть Общий Смысл Понятен Персонаж А С вами Был Коутон Спасибо За Просмотр Пока Наверное